Так, открой себе чат, чтобы видеть ваши ответы. Друзья, всем добрый вечер. Рад вас приветствовать на первом занятии курса Total Rewards 2.0. Это открыто занятие уже по традиции. И сегодня мы поговорим о том, что же такое Total Rewards и в чем заключается роль экспертов Total Rewards. Ну и также познакомимся с современной моделью компетенции, которая относительно недавно обновилась. Организация World at Work. Сегодня мы ее изучим. Вот такой план на сегодня. Если вдруг мы с кем-то не знакомы, меня зовут Майк Притула. Вот список компаний, в которых я работал. Занимался Total Rewards я в разных компаниях. Но в компании Wargaming, стоит выделить, я занимал роль руководителя по Total Rewards стран СНГ. И, соответственно, отвечал за то, чтобы Total Rewards работали хорошо. В работе, полагаясь на лучшие мировые практики, с точки зрения Total Rewards, конечно же, стоит обратить внимание на ассоциацию World at Work. Законодатели, можно сказать, мод в этом направлении и разработчики модели компетенции Total Rewards. Собственно говоря, многим исследованиям, многим работам мы обязаны именно этой организации. Буду благодарен, если вы также напишите о себе, город, должность, компания, чтобы я понимал, с кем мы сегодня общаемся на тему Total Rewards. Поэтому, пожалуйста, напишите город, должность, компания. Кто смотрит в фейсбуке, тоже напишите, чтобы можно было понимать географию. И фсорсер, дата-сайенс, юан. Спасибо. Круто. Спасибо, Ирина. Так, ну, я пока остальные будут писать, пойду дальше, буду потом зачитывать. Алина Санкт-Петербург, зам генерального по оргразвитию Беджет, наверное, Беджет, Бегет. Наверное, Беджет как-то так правильно читает название компании. Хорошо, ну, спасибо всем, кто написал, кто в процессе, дописывайте. Вот, я пока расскажу про домашнее задание. Вас всех, кто уже на курсе, ждут домашнее задание, за проверку которых вы можете получить диплом. Ну, за то, что они будут проверены. И вы наберете высокие оценки. Теперь, наконец-то, перейдем непосредственно к модели Total Rewards. Значит, как я и сказал, в этом году произошло обновление. Примерно в апреле этого года международная организация World at Work, вот внизу будет ссылочка на их сайт, она обновила модель Total Rewards. Убрала управление эффективностью, шестой компонент, и оставила только пять компонентов. То есть, на сегодняшний день Total Rewards выглядит как такие пять компонентов. Компенсации, благосостояние, льготы, развитие и признание. Вот так это выглядит. Все остальное примерно осталось таким же, как и было. Total Rewards рассматривается как стратегический инструмент привлечения, мотивации и удержания сотрудников. На Total Rewards оказывает влияние много разных внешних и внутренних факторов организации. Благодаря Total Rewards у компании есть правильные сотрудники, они продуктивные, они вовлечены и воодушевлены. Вот, соответственно, компания работает и зарабатывает деньги. Вот такое обновление произошло, и с учетом этого обновления мы на курсе тоже будем расставлять акценты именно таким образом. Единственное, что у нас есть признание достижений, которое зависит как и компенсации от управления эффективностью. Поэтому тему управления эффективностью мы в этом курсе тоже рассматриваем. О чем поговорим на сегодняшнем занятии? Мы разберем базово все основные направления Total Rewards, поговорим, как это связано с ценностным предложением и с брендом работодателя, обсудим, какие мировые тренды здесь происходят, и поговорим о том, в чем же заключается роль современного эксперта Total Rewards. Будь это специалист, руководитель, ну или просто HR-директор, который в том числе беспокоится о Total Rewards. Значит, модель Total Rewards выглядит вот таким образом. То есть Total Rewards – это разные компоненты, которые представляют собой все то, что сотрудникам в компании интересно. Я здесь сейчас, как я и говорил, в модели World at Work управление эффективностью признания достижений объединились в одну схему, но я здесь специально оставил их пока что отдельно, потому что если в мире для многих компаний управление эффективностью – это такая вещь, которая по умолчанию, и вот она уже есть, то для многих наших компаний управление эффективностью – это процесс пока еще даже диковинки, небольшая диковинка. То есть когда я спрашиваю, сколько компаний ставят цели и подводят итоги в конце года, мало кто говорит, что вот это мы. Поэтому здесь я для адаптации к нашей реальности делаю акцент, что это должно быть. Там, где в западном мире это уже воспринимается, как говорится, by default, у нас мы пока к этому не готовы. Идем дальше. Значит, почему Total Rewards, почему тема, о которой мы сегодня говорим, актуальна, почему она популярна, и, скорее всего, все больше и больше в разных публикациях вы будете встречать ее упоминания. Потому что мир меняется, меняется то, как компании делают бизнес, и на сегодняшний день компании делают бизнес на людях. Если раньше это были станки, потом конвейер, потом роботы, то сейчас очень часто компании делают бизнес только на людях. Самые дорогие компании, типа Microsoft, Google, Apple и другие, Amazon, они очень сильно человекозависимы. Даже компания Tesla, которая есть там в свое производство, все равно ее стоимость, она зависит от людей. Люди создают эти автопилоты, именно поэтому стоимость Tesla сейчас уже примерно такая же, как 10 следующих компаний по размеру после нее. Вот, соответственно, вот это вот изменение бизнеса, изменение мира вынуждает компании и по-другому смотреть на отношения с сотрудниками. Потому что сотрудники тоже уже не хотят работать в компании какой-нибудь допотопной, которая просто, как и много-много лет назад, заинтересована в получении ресурсов. Больше ничего не важно. Сейчас люди хотят работать в компаниях, которые улучшают мир. Ну или, по крайней мере, они так заявляют, что эта компания улучшает мир. Соответственно, такие компании, которые по-другому выстраивают отношения с сотрудниками, которые по-другому ведут бизнес, становятся мега популярны. Вот сейчас компания Netflix, мне кажется, она на пике популярности, как пример бизнеса для многих. Уже прямо HR-ом ставят цели. Недавно вот несколько раз слышал, давай построим как в Netflix, хотим культуру как в Netflix. И вот Netflix, Netflix он на слуху, вот, и он известен своими особенностями. Например, у них оплата по верхней границе рынка, нет контроля за отпуском, но есть тест на удержание. То есть они нанимают лучших из лучших и каждый раз себя проверяют, это реально наши лучшие сотрудники или нет. Или там нужно от кого-то избавиться, потому что мы же платим по верхней границе рынка, мы себе это можем позволить. Книги о Netflix очень популярны. Их начало выходить больше. Ну, первая такая самая-самая, это Патти Маккарт, там сейчас еще одна книга вышла. Вот, это все недаром. Вторая компания, которая тоже очень много на слуху, к сожалению, погиб ее основатель Тони Шей. Вот, тоже о ней уже лет пять, даже, наверное, чуть раньше, чем Netflix, много писали, много говорят и много ставят пример. Таких компаний, на самом деле, сейчас очень много становится. Я их называю новая компания. Это компании, которые, ну, немножко по-другому устраивают отношения с людьми. Для таких компаний даже есть специальная сертификация, называется «Отличное место для работы». Американская организация, она сейчас у нее там офисы в разных странах мира, проводит такой себе аудит компании, на предмет, хорошо ли там работать, вовлекает сотрудников в аудит. Если компания проходит успешно аудит, выдает бейджик. Эта компания – хорошее место работы. Вот, и, соответственно, вот это вот сейчас становится в тренде. Компании заинтересованы в получении таких бейджиков, а люди тоже интересуются, что же это за компании такие. Вот, когда мы заглянем внутрь какой-нибудь отдельно взятой компании, вот, например, Horizon Media – это компания, описание которой я взял с сайта Great Place to Work. А мы увидим, что такие компании делают, ну, казалось бы, какие-то сумасшедшие вещи для сотрудников. А, например, программа для родителей, которая там упрощает заботу о детях. Курсы по развитию предпринимательского мышления и так далее. Медитация, йога. Конечно, сейчас уже многими этими вещами нас не удивишь. Даже в наших отечественных компаниях мы начинаем замечать, что появляются всякие штуки. Там где-то кто-то йогой начал заниматься, где-то кто-то сделал там беговой клуб, кто-то отказался от печенек на кухне. То есть у нас это тоже постепенно появляется. Вот это вот все, оно и обуславливает трансформацию классического, то, что называется Comp and Ben, Compensation Benefits или зарплаты и льготы, в направление, которое называется Total Rewards или совокупное вознаграждение. Вот, компании, соответственно, стремятся соответствовать этим трендам, хотят выстраивать немножко другие отношения с сотрудниками, задействуют другие факторы мотивации. Ну и как результат имеют другие, более качественные отношения с клиентами. Потому что все это делается ради клиентов, ради успешности бизнеса. В чем же меняется отношение к сотрудникам? Если в классических отношениях между компанией и сотрудником был трудовой контракт, иногда был бренд-контракт, когда сотрудник имел лояльность к бренду. Психологический контракт, когда между компанией и сотрудником были какие-то взаимные ожидания, там не всегда прописаны, но их стремились удовлетворять. То сегодня многие компании выстраивают со своими сотрудниками то, что называется партнерство. То есть они понимают, что степень зависимости от сотрудников очень высокая. Это такая взаимная зависимость. Компания зависит от сотрудников, сотрудники зависят от компании. А не как раньше, что только сотрудники от компании зависели и все. И компании, которые меняют свой подход, они начинают получать всевозможные экономические преимущества. Здесь у нас компания Gallup, другая важная компания в мире исследований. Она говорит, что те компании, которые смогли поменять свой подход к людям, смогли людей больше вовлечь. А Total Rewards – это один из способов более глубокого вовлечения сотрудников. Такие компании получают огромное количество бизнес-преимуществ по сравнению с теми, кто этим не занимается. Вот они на экране. Это результаты исследования компании Gallup. Идем дальше. То, что на сегодня называется Total Rewards, на самом деле очень долго вызревало. Это не родилось в один прекрасный день. Когда-то вообще не было ничего, кроме зарплаты. Даже пенсионного обеспечения не было. И только примерно в 70-80-х годах компании увидели, что в льготах, в бенефитах есть некое преимущество. Компании, которые их предлагают и делают хороший пакет для сотрудников более привлекательным. Дальше. Только в 90-х годах компании осознали, что компенсации льгот недостаточно, нужно что-то еще. И уже в 2000-х годах перед HR начали ставить цели. Давай построим систему обучения развития, систему оценки эффективности, для того, чтобы сотрудники к нам хотели приходить работать. Вот это все росло, росло, росло и выросло в Total Rewards. Что же такое Total Rewards на сегодня? Это все то, что доступно для HR для решения трех задач. Привлечения, удержания и мотивации сотрудников. Это все то, что компания готова вложить в сотрудников. Но здесь, кстати, многие компании отличаются. Есть компании, которые ментально не готовы делать шаги на пути к сотрудникам. Также это все то, что сотрудники ценят во взаимоотношениях с компанией. Если для сотрудника это не ценно, значит это не является элементом Total Rewards. Также Total Rewards помогает управлять поведением сотрудников и помогает правильно компоновать разные компоненты для того, чтобы сотрудникам давать то, что им важно. При этом Total Rewards состоит из многих HR направлений дисциплин. То есть она как бы стоит на пересечении разных HR дисциплин, которые каждая компания должна для себя скомбинировать в свой уникальный пакет. То есть нет такого, что Total Rewards одной компании можно полностью скопировать в другой компании. Каждый для себя строит в зависимости от целей компании, от философии ту систему, которая позволяет сотрудникам посылать правильные сообщения, добиваться правильного поведения сотрудников и возвращать инвестиции. При этом в подходе Total Rewards сами сотрудники очень важны. Потому что поскольку Total Rewards это то, что компания дает сотрудникам и то, что со стороны сотрудника востребовано, очень важно понимать, от чего же хотят сотрудники. Старый добрый подход, давайте всем сделаем страховку, это мы считаем будет правильным, здесь не работает. Потому что если сотрудникам страховка не актуальна, то она им не актуальна и бессмысленно тратить деньги на то, что для них не актуально. Поэтому в Total Rewards большое внимание и значение уделяется исследованию, мнению и потребности сотрудников. Идем дальше. Total Rewards, хоть он и имеет такое достаточно широкое применение, некоторые компании все равно продолжают к нему относиться по-старому. Они начинают называть это Total Rewards, при том, что включают туда только compensation and benefits, то есть льготы и компенсации. Это неправильный подход, это не Total Rewards, если просто поменяли вывеску на кабинете специалистов по компенсациям и льготам, это еще не внедрение подхода Total Rewards. То есть Total Rewards требует реально по-другому переосмыслить, как компания выстраивает отношения с сотрудниками, что она предлагает. То есть это такой более философский вопрос. Почему все же компании переходят к более полной версии, почему они начинают осознавать, что это важно? Во-первых, потому что классические инструменты уже не работают. То есть компания, которая предлагает какую-то стандартную зарплату и льготы, она не становится более привлекательной. А на рынках, где особенно высокая конкуренция за людей, нужно отличаться. Дальше. Наши сложные экономические условия требуют, чтобы компания была экономически эффективной. А мы знаем, что деньги, потраченные на зарплату, они сильно облагаются налогами. Поэтому лучше рассмотреть альтернативу. Если мы тратим 1 доллар на зарплату сотрудника, сотрудник получает только половину. Если мы этот доллар сможем более умно в что-то вложить, сотрудник может получить даже больше, чем 1 доллар. Дальше. Очень важно учитывать разные поколения. Сейчас компании сталкиваются с тем, что работают сотрудники разных поколений. У них очень разные потребности. Одним нужно одно, другим другое, третьим третье. В сегодняшнем кейсе мы это увидим. И подход Total Rewards лучше попадает в потребность разных поколений, в отличие от классического подхода, где всем мы предлагаем одно и то же. Также компоненты Total Rewards очень классно связываются со стратегией компании и позволяют через эти компоненты более четче людям доносить те сообщения, которые компания хочет донести, добиться желаемого поведения. А сотрудников с помощью подхода Total Rewards проще и эффективнее, чем только зарплаты и льготы. Поэтому в нашем курсе под Total Rewards мы будем называть все то, что ценят сотрудники во взаимоотношениях с компанией. Это будет и денежное, и неденежное вознаграждение, которое компания предлагает сотрудникам в обмен на время, таланты, усилия, результаты и лояльность. Тут есть вопрос. Звучит таким образом. А есть ли ссылка на исследование, где подсвечено, что в СНГ ценят зарплату не более 50%? Да, в конце занятия есть разные ссылки. Исследований очень много на самом деле сейчас на этот счет. Что мы будем включать в Total Rewards? Мы будем следовать международной модели компетенции. Единственное, что мы будем управление эффективностью тоже отдельно рассматривать. Потому что там, где многие западные компании научились это делать по умолчанию, нам требуется дополнительный фокус внимания. То есть мы будем рассматривать компенсации, льготы или бенефиты, благосостояние, управление эффективностью, признание достижений и развитие. Соответственно, стратегия Total Rewards компании – это искусство очень правильно скомбинировать эти шесть факторов в уникальные пакеты, которые позволяют достичь оптимальной мотивации сотрудника. Ну и я напомню, что Total Rewards – это стратегический инструмент, то есть это инструмент высокого значения, который решает три задачи – привлечение, мотивация и удержание сотрудников. Из-за того, что он стратегически связывается со стратегией компаний из HR-стратегии, и он обеспечивает бизнес-результаты через результаты людей. Что входит во все эти шесть направлений? Компенсации – это, собственно говоря, оплата и переменное вознаграждение. То, что мы называем зарплатой, премией и бонусы. Это фиксированная переменная часть. Переменная может быть краткосрочная, может быть долгосрочная. Здесь, в принципе, более-менее все очевидно и понятно. Единственное, что для нас может быть немножко новым – это всякие программы, связанные с акциями, опционами и альтернативными другими инструментами. То есть чаще всего у нас применяется бонусирование. Акция, опцион – это то, что только-только к нам приходит. Бенефиты – они же льготы, они же социальный пакет. Это то, что компания дает сотруднику не в виде денег, но в виде чего-то ощутимого, полезного, материального, что улучшает его восприятие компаний. Благосостояние. Вот это вот интересная практика. Она в этом году переименовалась. Раньше в модель Total Rewards от World at Work входил такой компонент, который назывался Work Life. Причем он сначала назывался Work Life Balance. Баланс работы и нерабочей жизни. Потом World at Work сказала, нет, стоп, это не Work Life Balance, это Work Life Effectiveness. То есть это эффективность между работой и жизнью. Правильное совмещение. Не нужно там балансировать, жертвовать чем-то. И сейчас они переименовались. Нет, это более широкое понятие. Это все-таки благосостояние. Это как компании заботятся о людях. Кстати, благосостояние дважды уже последние два года входит в тренды Deloitte 2020 года и 2021 года. Ну и мы тоже на курсе будем тщательно его изучать. Дальше. Управление эффективностью. То, что ассоциация World at Work убрала из современной модели. Но я пока оставляю, потому что если в мире такое направление, как performance management, оно существует давно и считается базой, то в наших компаниях performance management скорее отсутствует. Ну вот давайте сделаем экспресс-опрос. Поставьте плюс, если у вас в компании есть цикл постановки целей и подведения итогов ежегодно. Минус, если вы таким не занимаетесь. Вот системно поставили цели, провели там в конце года performance review, определили оценки, дали обратную связь. Я уже не говорю про мониторинг эффективности внутри года и про регулярную обратную связь. Так, минус, плюс, минус внедряем. Рад слышать, Алина. От управления эффективностью много чего зависит. И признание достижений, и компенсации, и развитие. Да, потому что развитие связано с эффективностью. На прошлом месте работы было, но это была иностранная компания. Вот, Елена, абсолютно точно то, что я говорю. В иностранных компаниях это воспринимается нормой, но они еще там не то, чтобы это требование законодательства, они еще это делают для того, чтобы увольнять сотрудников с низкой эффективностью, себя защитить. Да, что вот есть процесс, сотрудники прошли оценку, они их уволили. У нас вот этого пока нет. Поэтому я оставляю. Признание достижений. Это то, как компания признает достижения сотрудников. Это не премии, а это скорее всякие мероприятия. В том числе просто банальная похвала. Ну и развитие карьерной возможности – это все, что касается развития сотрудников. Теперь с точки зрения вот этих всех факторов, что наиболее важно, согласно разным исследованиям, для сотрудников. Вот заработная плата примерно 50% людей, она интересна. Но есть много людей, для которых другие факторы, кроме заработной платы, не менее интересны. Ну и еще любопытная вещь, если посмотреть на эту цифру с обратной стороны, то можно понять, что 50% людей, даже больше, не выбрали заработную плату, как важный фактор при рассмотрении работы. В этом исследовании люди выбирали 5 факторов, которые для них наиболее важны. Таких исследований много. Одно из недавних – это исследование компании Redford, где тоже примерно такие же результаты были получены. То есть там отклонение 2-3% по каждому пункту. Вот что говорит, что компании нужно выстраивать Total Rewards, потому что если компания умеет управлять только заработной платой, то она теряет ого-го сколько возможностей, чем еще людей можно привлекать и удерживать. Теперь вкратце поговорим о мировой практике, о трендах, о том, что происходит в целом в мире. Заработные платы в мире продолжают расти, то есть они всегда растут. Они примерно растут с такими же темпами, как инфляция. Если вы видели разные графики, то с учетом инфляции заработные платы в мире за последние лет 100 не менялись. Но если не учитывать инфляцию, зарплаты растут примерно 2-3,5% ежегодно. В каких-то регионах чуть быстрее, в каких-то чуть медленнее, но в среднем так. При этом сильное изменение в зарплатах не происходит. Примирование. Оно в мире распространено. Многие компании его применяют, считают, что это эффективная практика. Единственное, что у разных компаний к примированию разные отношения. Для кого-то это способ экономии денег, для кого-то способ поощрения, для кого-то способ разделения рисков с сотрудниками за результат, для кого-то что-то еще. Но в целом оно есть. Единственное, что пропорции разные. В мире примерно 10% годовому доходу, средний размер премий. У нас примерно 15%, если мы берем всех-всех-всех сотрудников, не только продавцов. Ну и с точки зрения вознаграждения, в мире еще акциями вознаграждают за результат. Акциями, опционами. У нас пока еще эта практика только-только начинает появляться. Далее, управление эффективностью. Это вот то, что в мире, в большинстве стран, международных и компаний, точнее, это есть. А у нас это почему-то только-только появляется. Ну и возможно, потому что у нас этого не было, как мне кажется, я могу ошибаться, не было во время Советского Союза. То есть, не передалось, как это сказать, наследственность. Если в Европе, в США это существует, это как процесс существовало уже несколько десятилетий, то у нас компании только начинают это внедрять. Ну и опять же, учатся у западных компаний. Дальше. Признание достижений. Компании в мире что-то предлагают. Какие-то программы, кто-то деньги выделяет, какие-то подарки дарит. Но не скажу, что супер распространено. Не могу сказать, что в каждой компании есть программа признания достижений. Но так или иначе, где-то хаотично, где-то разово, где-то дипломы, где-то более системно. Оно и есть. То есть, в целом, компании знают, что вещь эта полезная. Ну вот, хорошо построенная не во всех компаниях. Причем сейчас есть такой тренд внедрения признания достижений не на уровне от руководителя к сотруднику, а на уровне сотрудника к сотруднику. То есть, когда достижения признают сотрудники по своим коллегам и благодарят их за это. Дальше. Льготы. Вот льготы. Они много и долго развиваются, продолжают развиваться. Мне кажется, скоро уже это притормозит. То есть, если раньше компании льготами считали отплачиваемый отпуск, больничный, страховка, там такая была мобильная связь, то сейчас в льготах можно найти много чего. Даже самые какие-то необычные. Вот напишите, пожалуйста, в чате, какие самые необычные льготы вы встречали в компаниях. Можно в ваших, можно в каких-то соседних. Давайте посмотрим, до чего компании додумываются, до каких интересных вещей. Вот я, например, приведу пример. В компании Wargaming в Минске в офисе есть сауна. Такая очень необычная льгота. Хотя можно поспорить это благосостояние или льгота, но будем говорить льгота, потому что задумывалось скорее как способ что-то еще предложить, чтобы сотрудников привлечь, как-то выделиться. Поэтому больше к льготе относятся. Что вы знаете такое необычное? Какие вы интересные льготы встречали? Что такого компания дает людям? Я знаю, у меня были студенты, они говорят, а у нас корпоратив на Мальдивах проходит. Вот это вот тоже очень необычная льгота. Давайте пошокируйте других людей, что такое интересное вы встречали. Вот. То есть компания действительно пытается что-то такое предложить, чего нет у других. Но сложно уже выделяться. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь скоро все идеи будут исчерпаны. При этом есть разные льготы, которые востребованы. Ну вот в мире считается примерно так. Наиболее востребованная льгота или бенефит это отсутствие дресс-кода, но и это то, что многие компании за последние несколько лет внедрили. Дальше гибкие часы работы. Тоже сейчас особенно с этим карантином делают. Печеньки, кофе на кухне. Да, вот кофе особенно прям вообще. Ага, вот офисный массаж. Возможность работать из дому. Да, вот сейчас карантин многие компании это научил. Участие в ассоциациях, разные мероприятия, корпоративы люди это любят, онлайн обучение, кофейня на территории компании, награда за выслугу лет, наличие спортзала в офисе. Вот такие, такое есть исследование. Что компании планируют добавить? Компании в целом планируют добавлять всякие элементы, больше балансировать, какие-то признания достижений, какие-то идеи с благотворительностью, в общем-то разные идеи добавляют. Ага, вот по пятницам делали день чего-то, например, красного вина. О, отличный день. А вот еще самое необычное, что встречала на день рождения делаешь виш-лист, из него дарят подарок и воздушный шар в виде маскота. Класс. Да, прикольно. Здорово. Так, что прямо сейчас меняется в Total Rewards? Ну, одно изменение я уже обозначил, да, это изменение компонентов. Вот, но в целом сейчас компании в мире начинают осознавать, что это Total Rewards, это система разных компонентов, которыми нужно управлять как единым целым. Также компании понимают, что для разных сотрудников есть разные потребности. Вот сегодня мы в кейсе это увидим. Больше индивидуального выбора и гибкости. Ну, в частности, то, что популярно, это гибкие бенефиты, пример которых мы сегодня рассмотрим. Большой упор на развитие карьеры, вознаграждение за результаты, не просто усилия. Вот это вот то, что сейчас в мире меняется, то, что наиболее актуально. Как работает Total Rewards? Всегда хочется разобраться, почему та или иная HR-система работает, почему именно так, а не иначе. Как правило, во всех HR-системах в основе лежат исследования. Исследования чаще всего психологов, иногда экономистов, социологов, которые где-то что-то кому-то доказали, мы потом пользуемся. Например, компетенции, это исследование, инструменты отбора на собеседование, исследование, вовлечение, мотивация, лояльность тоже строятся на исследованиях тех или иных психологов, компаний. И Total Rewards тоже строится на исследованиях. Какие авторы, какие здесь психологи сыграли важную роль? Фредерик Герцберг и Маслоу, по сути, два автора, один продолжил работу другого, которые заявили о том, что есть разные мотивирующие факторы, и не только заработная плата и бонусы, и льготы, это то, что нужно людям. Вот эта известная пирамида Маслоу, она имеет несколько уровней и говорит о том, что человек, удовлетворив потребности одного уровня переходит на следующий уровень, то есть у человека потребности регулярно меняются. Если мы посмотрим на классический подход льготы и заработная плата, то мы увидим, что только первые два уровня пирамиды Маслоу эти два направления удовлетворяют. Но если у человека все хорошо с заработной платой и льготами, дальше ему хочется уже каких-то вещей, которых может не быть, если компания не выстраивает подход Total Rewards. Ну и наоборот, если компания внедряет подход Total Rewards, то на каком бы уровне пирамиды Маслоу сотрудник не находился, сотрудник постоянно найдет себе что-то интересное. То есть можно сказать еще вот так вот, да, компания, которая предлагает только зарплату и ничего кроме зарплаты, тоже сможет нанимать сотрудников, потому что на рынке будут всегда люди, которым нужны только деньги. Но эта потребность людей, она со временем будет меняться, вот потребность только в деньгах рано или поздно может быть насыщена. И как только в этой компании, где есть только деньги и больше ничего, как только в этой компании сотрудник захочет чего-то другого, он этого не получит, он пойдет уже в другую компанию. поэтому если мы заинтересованы в удержании сотрудников, в мотивации, то у нас должны быть разные компоненты, чтобы в зависимости от того, что там его сейчас мотивирует, какие у него есть потребности, нам было что предложить. Какие же преимущества дает внедрение подхода Total Rewards для компании? Конечно же, это сильно улучшает привлечение и удержание сотрудников, особенно на фоне, когда хорошие, классные сотрудники еще более дефицитные. Это также помогает экономить деньги, потому что как обычно поступает компания, которой нужны срочно классные сотрудники, она начинает платить какие-то большие деньги. Мы такое много раз наблюдали, выходит какая-то компания на рынок и агрессивно платит зарплаты и переманивает сотрудников. Но сейчас этот подход уже перестает работать, то есть имея в целом неплохие зарплаты, а зарплаты начинают у людей расти. Во-первых, средняя зарплата подрастает, во-вторых, появляются IT-компании, вы сами думаете, что кто-то из вас работает в IT-компании, кто-то ощущает на себе действие IT-компании, у IT-компании зарплаты выше, потому что в IT-компаниях очень часто люди работают на западный рынок, где уровень цен, он другой, где конкуренция за таланты с западными странами с более высокими зарплатами. Поэтому люди, уже насытившись с точки зрения зарплаты, им уже интересно что-то еще. По моему наблюдению, то, что я вижу, когда человек начинает зарабатывать 2000 долларов и больше, для него очень сильно важны другие факторы работы в компании, кроме зарплаты. Он начинает рассмотреть, что есть еще. Поэтому подход Total Rewards компаниям, которые активно нанимают, они позволяют более разумно тратить деньги. Не еще больше взвинчивать зарплату, чтобы переманивать людей в два раза, например, а что-то предлагать. Сейчас что делают современные IT-компании? Они понимают, что у многих сотрудников не очень классные офисы. А офис это то, в чем ты находишься каждый день. Это такой докарантинный период. Сейчас во время карантина это поменялось. До это где-то находишься длительный период. Поэтому многие IT-компании вкладывали в последнее время деньги в офис. Делали красивые офисы в стиле Google и других компаний. Тем самым привлекали людей к каким-то другим элементам Total Rewards, не зарплатой, при этом получая более высокий возврат на инвестиции. То есть офис в пересчете на одного сотрудника не так уж дорого стоит. Например, среднему сотруднику по нормативам плюс-минус нужно 5 квадратных метров для работы. Офис со слабым ремонтом и офис с классным ремонтом это разница 10 и 20 долларов. 10 долларов за метр 20 долларов за метр. То есть разница между 10 и 20 долларов это 10 долларов. Умножить на 5 метров то есть 50 долларов в месяц. Переманить сотрудника на зарплату на 50 долларов в месяц сложно, а переманить сотрудника из обшарпанного убитого офиса с какими-то устаревшими закрытыми кабинетами, вонючей столовкой и грязными туалетами красивый просторный офис с коворкингами с какими-то классными штуками вполне вероятно. можно. Человек с удовольствием поменяет офис, чем поменяет зарплату на плюс 50 долларов. Поэтому инвестируя в разные компоненты Total Rewards компания решает задачи своей лучшей. Так бы ей нужно было не 50 долларов добавить, а 300, чтобы человек встал и ушел в такой же плохой офис, но в другую компанию. Так 50 долларов он перешел на точно такую же зарплату. Плюс когда компания помогает в личной жизни, возникает у людей привязанность. То есть такое направление, как благосостояние, оно фокус на благосостояние улучшает лояльность. Дальше ниже текучесть. Total Rewards позволяет удерживать сотрудников, люди не уходят, потому что что-то им не удовлетворилось. А ниже текучесть тоже экономия. Каждый ушедший сотрудник стоит от 50 до 150 процентов годовой зарплаты. Поэтому если компания лучше удерживает, то она экономит хорошие деньги. Но это не все. Сейчас очень популярная тема, как бренд работодателя. Почему она стала популярной? Она стала популярной не потому, что это хайп, потому что сейчас очень много начинает появляться предприятий. У нас много появляется стартапов, маленьких компаний, кофей, мелкого бизнеса, среднего бизнеса и так далее. А это все работодатели, которым нужен персонал. Если раньше были крупные компании с известными именами, там, малый бизнес, средний бизнес, он был такое редкое явление, то, в принципе, эти компании были на слуху. Сейчас огромное количество компаний, которых никто не знает. Им нужно как-то о себе заявить. И вот Total Rewards это тот способ, который помогает компании о себе заявить. и помогает как-то найти свою аудиторию и ее привлечь. А найти свою аудиторию и привлечь свою аудиторию очень важно. Есть такая книга хорошая «От хорошего к великому». Ее написал Джим Коллинз, где он сказал, что лидеры компании, которые прошли путь от хорошего к великому, начинают с того, что берут свой автобус, такая метафора у него, правильных людей. Но для того, чтобы взять правильных людей в свой автобус, нужно подогнать правильный автобус, то есть с правильным бренда, потому что разные автобусы привлекают разные аудитории. Так вот, Total Rewards дает компании инструменты сделать так, чтобы компания стала интересна для какой-то целевой аудитории. Это идет через исследование целевой аудитории, через понимание ее потребностей, но возможно это работает. Дальше. Total Rewards позволяет сотрудникам донести, чем работа в этой компании лучше, чем в другой компании. Так сложно объяснить. Иди работай к нам, у нас круто. Что круто, чем круче. А когда мы выстраиваем Total Rewards, мы формируем те самые пункты, которые в описании вакансии, в разделе мы предлагаем, мы можем прописать, и люди на это пойдут. Поэтому успешные современные компании, они активно управляют своим брендом работодателя, они активно его анализируют и активно думают, что можно еще добавить. Как результат, выстроив правильный Total Rewards, это тоже исследование, выстроив правильный бренд работодателя, компании начинают привлекать более пассивных кандидатов, например, и это стоит дешевле, чем без бренда. Компании начинают привлекать пассивных кандидатов с меньшей доплатой к зарплате, чтобы они согласились перейти. Компании с сильным брендом работодателя лучше сотрудников выдерживают, ну и так далее. Вот так работает Total Rewards. Теперь реальный кейс того, как одно из направлений Total Rewards можно внедрить в отдельно взятой компании. Это будет кейс компании MetInvest, которая на одном из своих активов начала менять подход в отношении льгот, применив концепцию Total Rewards. Предыстория. У компании много разных активов. Анализируя отдельный актив, отдельный завод, обратила внимание, что на нем в три раза выше затраты на соцпакет на одного сотрудника. При этом, при том, что затраты в три раза выше, на 13% ниже удовлетворенности социальным пакетом. И большинство льгот, они материальные. Получается странная ситуация. Денег тратим в три раза больше, а удовлетворенность ниже. Как-то деньги не сильно окупаются. Поэтому компания приняла решение провести изменения, хоть это и сложно в таких промышленных компаниях, потому что есть профсоюзы, коллективный договор, но ситуация настолько не устраивала, что компания решила ее поменять. Несмотря на всевозможные сложности, компания сформировала желаемый образ будущего и начала изучать, что же можно сделать. То, что компания правильно сделала и то, что соответствует концепции Total Rewards, компания изучила, чего хотят люди. Провела исследования, собрания, совещания и прочие штуки для того, чтобы понять. В результате, в ходе исследования, компания приняла решение сформировать не один общий для всех социальный пакет, а сформировала таких пять стандартизированных социальных пакетов, чтобы у сотрудника появилась возможность выбрать то, что ему нравится. Таким образом компания адаптировала свой пакет под потребности людей и расширила пакет за счет того, что давала человеку только то, что ему нужно, то, что не нужно, не давала. Соответственно, после запуска начали изучать, как люди пользуются, что происходит, получают или не получают они желаемое. Снова анкетирование, снова общение, опрос, и выяснилось, что 33% людей не пользуются этим социальным пакетом, а 44% пользуются частично, и только 23% пользуются в полной мере. Конечно, шокирующая информация для компании, которая столько сил вложила в изменения, но был один комментарий, который натолкнул на правильные мысли, а комментарий звучал так. Хотелось бы, чтобы из предложенных опций я смог выбрать не более пяти, но только тех, которые мне действительно нужны. И компания решила, действительно, зачем нам иметь несколько, там, пять пакетов с готовыми опциями, мы эти все опции из пяти пакетов вынесем и скажем сотруднику, выбирай то, что тебе нужно на основании бальной системы. То есть, за бюджет мы не позволим выйти за счет бальной системы, но каждый себе сформирует только то, что ему нужно. Соответственно, на основании стоимости тех или иных компонентов в пакете бенефитов компания определила, сколько баллов будет стоить тот или иной компонент. Что-то стоит дороже, что-то меньше и ограничение не больше, чем 100 баллов. При этом все-все-все-все пакеты, если бы сотрудник выбрал, это было бы 190 баллов. Выяснилось, что люди ограничились выбором на 79 баллов в среднем. То есть, каждый взял себе только то, что нужно, а это в среднем заняло 79 баллов. Какой результат такого подхода компания получила? Доверие к руководству выросло, удовлетворенность пакетом выросла, и то, что компания не ждала и не была целью, затраты снизились в два раза почти что на социальный пакет. Причем, то, что стало лучше, подтвердило независимое внешнее исследование, то есть, компания участвовала в обзоре Hey Group. Мы видим, что за три года доволен ли человек пакетом бенефитов с 36% подскочила до 58%. Вот, что значит думать концепции Total Rewards, оптимизировать потребности сотрудников, давать гибкость, давать выбор и так далее. Какая же тогда роль современного эксперта Total Rewards в компании? Их несколько. Первое, он анализирует внешние и внутренние факторы бизнеса, в бизнесе, потому что он работает стратегически. Исследует потребности сотрудников и кандидатов, потому что Total Rewards он работает только тогда, когда ценится людьми. Разрабатывает стратегию совокупного вознаграждения, связывает ее со стратегией бизнеса и культурой и начинает управлять компенсациями, пакетом льгот, внедряет практики в благосостояние, бюджетирует затраты на персонал и оценивает эффективность. Ну и некоторые моменты совместно с HR командой решает, разрабатывает систему управления эффективностью, талантами, связывает с брендом работодателя для того, чтобы все практики HR были в соответствии с компонентами Total Rewards. Несколько дополнительных материалов вы меня просили, если вдруг вам еще нужны будут какие-то более точные исследования, запрашивайте, я с удовольствием с вами поделюсь. книги, вот самая такая книга про Total Rewards, это, конечно же, The World Network, эта книга готовится ко второму изданию, она скоро будет обновляться, на Амазоне можно ставить предзаказ новой версии. На русском языке перевода нет, но из таких близких Нина Савицко в книгах про проекты с HR бренд премии года неплохо показывает, как компании те или иные практики внедряют. Вот, теперь домашнее задание для тех, кто уже на курсе, провести аудит вашего ценностного предложения по 10-ти бальной шкале, как у вас каждая из шести направлений и что можно было бы улучшить. На этом первое занятие подходит к концу, на втором занятии мы поговорим о том, как разрабатывать стратегию совокупного вознаграждения и как связывать с бизнесом. Всех желающих приглашаю пройти курс, также, если есть вопросы, готов на них ответить. Если вопросов нет, буду благодарен за обратную связь, если напишите, что для вас наиболее ценного было сегодня. Вот для себя выносите. идея гибких бенефитов. Да, гибкие бенефиты классная вещь. Согласна. Мы на этом курсе изучаем еще и грейдинг, важный для многих должностей. Правильно понимаешь, что курс будет длиться 16 недель. Да, все верно. И 16 домашних заданий вы будете выполнять. Я буду проверять и давать обратную связь по домашним заданиям. Грейдинг затронем, ну и многие другие направления тоже. Окей. Ну что ж, спасибо всем присутствующим сегодня онлайн. Рад был повидаться. Всем прекрасного вечера. Вам тоже спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока. Еще раз приглашаю на курс. Нам тоже спасибо. Спасибо.